За подвиги на фронтах Великой Отечественной войны 11603 воина были удостоены звания Героя Советского Союза. 104 из них получили это звание дважды. Друзья, я приветствую вас на своем канале. С вами Роман Парфенюк. Все о монетах. В сегодняшнем обзоре вы узнаете, сколько было кавалеров Ордена Славы. Приятного просмотра, друзья! Орден Славы Орден Славы Военный Орден СССР Учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 ноября 1943 года об учреждении Ордена Славы 1, 2 и 3 степени. Орденом награждались военнослужащие рядового состава, сержанты и старшины Красной Армии. В авиации – лица, имеющие звание младшего лейтенанта. Вручался только за личные заслуги. Воинские части и соединения им не награждались. Орден Славы по своему статуту и цвету ленты почти полностью повторял одну из самых почитаемых в дореволюционной России наград Георгиевский крест. Орден Славы имеет три степени, из которых знак Ордена Высший – это первая степень, он сделан из золота. Вторая и третья – из серебра. У знака второй степени позолоченный центральный медальон. Согласно статуту Ордена, награждения должны производиться в порядке строгой последовательности – от низшей степени к высшей. За отличие в боях Великой Отечественной войны и подвиге в других военных конфликтах, было вручено около миллиона знаков Ордена Славы третьей степени, более 46 тысяч – второй степени и 2678 – первой степени. По уточненным данным, полных кавалеров Ордена Славы насчитывается 2656 человек, среди них 4 женщины. Семь человек были награждены Орденом первой степени, но не являлись полными кавалерами. Самый молодой – 15 лет, кавалер двух Орденов Славы – Леонид Исаакович Окунь. 15 человек были лишены наград за различные преступления. Полные кавалеры Ордена – летчик штурмового авиационного полка Иван Григорьевич Драченко, морской пехотинец Павел Христофорович Дубинда, и артиллеристы Николай Иванович Кузнецов, Андрей Васильевич Алешин в годы войны тоже удостоились звания Героя Советского Союза. За мужество и героизм, проявленные в бою на левом берегу реки Вислы, 14 января 1945 года в ходе Висло-Одерской операции все рядовые сержанты и старшины 1-го батальона 215-го Краснознаменного полка 77-й гвардейской Черниговской Краснознаменной Орденов Ленина и Суорова стрелковой дивизии были награждены Орденом Славы. Командиры рот этого батальона – Орденом Красного Знамени, командиры взводов – Орденом Александра Невского, а командир батальона Емельянов и командир взвода Гурьев Михаил Николаевич стали Героями Советского Союза. Подразделение таким образом стало единственным, в котором все бойцы за один бой получили Орден Славы. За коллективный подвиг воинов 1-го стрелкового батальона Военный Совет 69-й Армии присвоил ему почетное наименование «Батальон Славы». Дорогие друзья, если вам понравился этот обзор, я прошу вас поддержать его лайком, мой канал подпиской. Если вы еще не подписаны, обязательно подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы получать новые уведомления о новых выходах. Ну, а на этом я буду заканчивать. С вами был Роман Парфенюк, все о монетах. Всего доброго, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok